Чётко надо рассчитывать. Здесь не получится просто взять вот сверло и просверлить. Если вы монтажник, то вы должны работу свою обезопасить с точки зрения законодательной базы. В корючих перекрытиях необходимо сделать зазор 3 сантиметра. Если вы сказали заказчику, мы не будем делать работу, потому что у вас потолок висит. Друзья, всем привет! С вами Дмитрий Михайлов и на моём канале Комменбай. Смотрите, бывают такие ситуации, когда дымохода необходимо переделать. У нас здесь классический турботековский котёл Вайланд. В него выходила труба вон в то отверстие и выходила горизонтально в сторону. Я, друзья, не сторонник того, чтобы коаксиальные дымоходы выходили на улицу. Но здесь проблема была в следующем, что постоянно неприятный запах. Плюс конденсат капает вниз, возможно где-то разрушение плитки, возможно также попадание газов, когда окно открываешь. То есть очень много таких нюансов. И здесь хозяину дома было просто уже неприятно, и он решил вывести вверх. Да, всё отлично, всё хорошо. И здесь я вам с вами хочу поговорить о том, как же пройти дымоход, пропустить дымоход через натяжной потолок. Проблема, которая встречается редко. Только не надо мне писать о том, что запрещено устанавливать натяжные потолки в котельне. Я с вами, друзья, согласен. Это запрещено. Ну а что делать, когда уже человек живёт, когда у него всё приняли? Горгаз, я вот у заказчика спрашивал, Горгаз принял натяжной потолок тогда, когда уже он был. Поэтому, ну, промазали, промазали. Ну а что делать? Что, мне сейчас надо потолок убрать или рассказать заказчику, мы не будем делать работу, потому что у вас потолок висит? Нет, конечно, давайте реально исходить из ситуации, в той, в которой мы живём и находимся, и как мы работаем. Что у нас в итоге мы переделали? Коксиальный дымоход мы вывели вверх. Это можно сделать? Здесь 60 на 100 труба, 60 на 100. Здесь мы установили уже прочистку, консоль поставили, тройник поставили и пошли вверх. Задача в строительных нормах Республики Беларусь прописана чётко по-белому. В перекрытиях, в горючих перекрытиях необходимо сделать зазор 3 см между трубой и самой горючкой. Как это сделать? У нас же коэксиальная труба идёт. Делается это, друзья, с одной стороны элементарно, с другой нет. Нет почему? Потому что, как правило, это всё заказные позиции, как правило, это всё делается сами. То есть, сами производители дымоходов вас укомплектовать не смогут. То есть, у нас задача была сделать отверстие. Как делается отверстие? Для тех, кто не знает, либо первый раз столкнулся с натяжными потолками, у них есть такие элементы. Грубо говоря, это же кусок резины. Есть такие вот элементы. Эти кольца, они бывают разного диаметра. Здесь я попросил одного диаметра. Ну, заказчик, на всякий случай, взял ещё одно колечко. Ну, пусть будет. Оно, друзья, недорогое. Это кольцо изначально просто берётся клей, суперклей, и приклеивается уже верхнюю часть. Так же делают светильники, электрики. Там, кто занимается вентиляцией. То есть, дымоход не исключение. Ставится закладная, потом она вырезается. И в дальнейшем, вот посмотрите, мы уже сами вставляем вот эту вот изоляцию. Вот эта вот изоляция в 3 см. Это фольгированный утеплитель. Фольгированный утеплитель. Он может быть парк, он может быть року, он даже может быть техноизован. Это цилиндр, готовые цилиндры. Там обжимается трубу. В данном случае у нас 125 мм. Скотчем проклеиваем. И всё. Это, друзья, необходимо. Дима, я не советую вам просто проходить с такими вещами трубой вверх. Ну, разные ситуации в жизни бывают. Всё равно вы должны понимать, что если вы монтажник, то вы должны работу свою обезопасить с точки зрения законодательной базы. Здесь вопросов к нам никаких нет. Поэтому у нас прочистка есть. Если придёт кто-нибудь из проверяющих органов, потому что мы систему переделали, но при этом у нас есть прочистка, у нас есть ревизия. Вот этот сборник конденсата, он снимается. Он снимается, и всё. И к нему есть доступ. И если вы столкнулись с такой проблемой, когда вам надо твердач прогнать, к примеру, дымоход утеплённый, сэндвич дымоход, который используется для камина, не исключение. Для печи камина, не исключение. Вам надо просто попросить изначально у людей, которые будут натягивать потолок, чтобы сделали закладные. Закладные – это, грубо говоря, квадрат, можно даже из дерева использовать, 500 на 500. И всё. Дальше это всё зашивает суперизолом, керамическим утеплителем. Ставится экран, и это также может использоваться. Никаких ограничений, друзья, нет. Ну, конечно, есть ограничения нагрева верхней поверхности до потолка. Но это, друзья, уже другая тема. И здесь ещё в чём проблема, когда вы с ними работаете. Здесь чётко надо рассчитывать. Здесь не получится просто взять вот сверло и просверлить. Здесь где-то для того, чтобы найти отверстие, мы потратили в районе часа. Вот, чтобы делать отверстие там, где нам необходимо. В гипсокартоне, там, в любом деревянном перекрытии. Это делается элементарно. Делается сверло, отверстие делается сверло, сверло пропускается, и там видно. Балка, не балка, стойка стоит, либо раскосина какая-то стоит. Это всё видно. Здесь, друзья, просто много такой работы, именно расчётной. Но главное, чтобы было желание, да? Всё, всем хорошего настроения, до новых встреч. С вами был Дмитрий Михайлов. Пока, не забываем подписываться на мой канал. И, конечно, пишите комментарии. С вами был Дмитрий Михайлов.